Целая семья погибла при сходе мощного грязевого потока в горном районе Алматы. Глинистая масса обрушилась на частный дом глубокой ночью. Поиск оставшихся под завалами людей с первых же часов ввели сотни спасателей и кинологов. Был развернут оперативный штаб. Тем временем жителей близлежащих домов эвакуировали. Хронологию трагедии восстанавливала моя коллега Айгуль Мухамбетова. ЧП произошло в начале третьего ночи. Как рассказали в ДЧС, на участке в предгорном районе сошла оплывина объемом 3200 кубометров. Это слой почвы. Предварительно из-за переувлажнения грунта грязевой поток накрыл жилой дом. Эту ночь жители микрорайона Таус-Амал запомнят надолго. Все произошло, когда они спали. Пришлось в спешке покидать жилье. 13 человек эвакуировали с места ЧП. Как пояснили спасатели, оплывина – это техногенный оползень. Мощный поток глинистой массы полностью разрушил частный дом. Второй – частично. Меня разбудила мама. Нас немного будто мотало из стороны в сторону. Было страшно. Потом приехала скорая, полиция, пожарные. Мы вышли на улицу, боялись заходить домой. Людей разместили в школе. Многие сразу уехали на машинах. По словам соседей, под завалами оставалась семья из четырех человек. Матери, отчима и 16-летних братьев-близнецов. К их поискам подключили около двух сотен спасателей, кинологов и 30 единиц техники. Работать приходилось вручную. Спасатели, говорят, работали ювелирно. Объявляли часть тишины для того, чтобы найти по звукам. Глиняная масса, она очень осложняет поиски. Дальше крутизна склона и большой объем. Он просто буквально перевернул дом. То есть спасатели искали по схеме. Получается, грязевая масса так дом перевернула. И все вот эти конструкции, стекло, арматура, они осложняют спасателям поиски. Все также осложнялось тем, что конструкция здания была нестандартная. То есть постройка была из разных строительных материалов. Здесь был и каркасно-камышитовый, и кирпичные блоки. Здесь все в глине, получается, по колено. Спасатели увязали полностью в земле. Только после полудня из-под завалов извлекли тела всех четырех. Друг погибших рассказал, семья жила в доме около восьми лет. У них остался старший сын. 19-летний парень сейчас учится в университете в Москве. Просто наши сыновья вместе учатся в Москве. Я вот не знаю, как сейчас сыну сообщить. Очень хорошая семья, положительная была. На помощь всегда первые приходили. Кого-то что случается, они сразу все помощь организовывались. Между тем в Костеле защиты озвучили предварительную причину оползня. Переувлажнение грунта произошло из-за прорыва водопроводной трубы на склоне горы. Комиссия будет заниматься обследованием причин. То есть есть несколько основных причин. Это не только основная названная водопроводная, построенная хозспособом труба. Но вместе с тем и ливневая труба сверху, которая беспорядочно выведена. Ну а также нагрузку, которую дает вышестоящее домостроение. То есть их законность будет смотреться. Разрушенный дом был построен еще в 80-е годы, отметил Аким. Все разрешительные документы на это были. Но позже участок в предгорьях перевели в потенциально опасный. Согласно генплану, сейчас возводить здесь новые постройки нельзя. При этом жители уверяют, не раз жаловались властям на незаконную стройку. Люди как хотят, как попало, делают всякие там коммуникации. Понимаете? Воду надо проводить в одном месте. Нет, они проводят к себе и через себя. Если вверх подниметесь, там вообще ужасно творится. И заливает бетон, нагрузка большая. Да нельзя строить вообще на этих горках. Тут уже вот с этой стороны было точно такое же. Семья погибла. Такая же причина. Выше водопровод немножко подкапывал. Глина намокла и сошла. Комиссия уже обследовала верхнюю часть горы. В ДЧС рассказали, что угрозы повторного оползня нет. Тем не менее, специалисты продолжают обследовать безопасность и устойчивость склона. Но люди все еще боятся возвращаться в дома. А в полиции по факту смерти четырех человек возбудили уголовное дело. В свою очередь, Аким города Ербулат Дусаев поручил помочь в организации похорон погибшей семьи. А старшему сыну власти города окажут материальную поддержку. Шуляпов, Сагандык Нарыков, Алматы, Первый канал Евразия.